Более 40 работ, отражающие различные направления современного искусства резьбы по дереву. Панно, миниатюрные композиции, скульптуры. А притворили их всех в жизнь руки многогранной личности Юсупа Хамчиева. С момента, как нашел себя в творчестве, он не перестает создавать вокруг себя красоту. И уже около 35 лет ингушский мастер на страже искусства. Горный тур, олень, стадо, лошади, башня, орел со змеей. Все эти скульптурные композиции представлены на выставке «Живое дерево». Такое название определили не случайно. Автор посредством дерева передает эмоции, движения людей и животных. А сама выставка проходит в честь юбилея талантливого художника и мастера декоративно-прикладного искусства Юсупа Хамчиева. Раньше я всегда в основном делал анималистику этого изображения животных. Мне нравились самые красоты животных, самые по себе животные очень красивые. Юсупу Хамчиеву 25 июля исполняется 55 лет. Деревом начал увлекаться еще в детстве. Будущий художник уже тогда знал, с какой деятельностью свяжет свою жизнь. После школы поступил в Богородскую профессионально-техническую школу художественной резьбы по дереву. По окончанию которой ему был присвоен пятый разряд резчика по дереву по шестибальной системе, высшей для выпускника. А в 91-м он поступил в Тбилисскую академию художеств по специальности дерево-металл. Юсуп Хамчиев освоил все виды резьбы по дереву. Контурная, геометрическая, рельефная, прорезная, накладная, объемная. Я с детства увлекался рисованием. Вот так. Как-то увидел выставку деревянных изделий. Был у нас тогда художник, как Зои Ведрис. Он речек по дереву был. С тех пор заразился вот резьбой по дереву. Потом профессионально учился этому. С тех пор я занимаюсь резьбой по дереву. За десятилетия плодотворной работы Юсуп Хамчиев состоялся как профессиональный скульптор. Он является заслуженным деятелем искусств Ингушетии, членом Союза художников России. Его творческий почерк узнаваем. Разные панно, выполненные в уникальной манере. Композиции, передающие состояние души героев, мало кого оставляют равнодушными. Каждая из этих работ притягивает взор. Мы видим здесь профессионализм этого скульптора. Но больше всего мне понравилась вот эта вот такая необычная работа. Мы здесь видим усталого такого путника, который везет сено. Вот больше всех мне почему-то из этих всех работ понравилась вот эта вот работа. Как-то мне кажется, вот эта работа как-то очень близка нашему сегодняшнему дню. Потому что мы видим, что люди тоже очень уставшие. То ли это самоизоляции. Ну вот как-то близка мне вот эта вот именно фигура. Сегодня в рамках выставки фанатам Юсупа Хамчиева довелось не только насладиться изящными изделиями, но и лично пообщаться с талантливым художником. Среди гостей также и те, кто только начинает знакомиться с творчеством мастера. Видишь, тарик в фигнюку. Он родился, от матери отстал, вот он ее взял, домой несет. Правда, здесь звучат не только восторженные отзывы и похвалы в адрес художника, но и поздравления с юбилейной датой. Выставка мне очень понравилась. Особенно то, что он сделал фигурки из дерева. Это кропотливая работа. И я его поздравляю с персональной выставкой. В его творчестве оживает все, что дорого сердцу, признается мастер. Всю свою жизнь он прожил в селении Энерки. И в своих работах с особой тонкостью передает атмосферу сельской жизни. То, что лицезрел с малых лет. В каждом изделии присутствует культура и простота. – Сколько времени ушло? – Ну, времени, может, много ушло. Эта работа делалась не на заказ, не на время, а так. Когда свободное время было, когда желание было, подходилось, делалось все. Это все подсмотрено, это из жизни. Там каждый барашек, он индивидуальный, движения разные у всех. – А что использовалось в создании? – Это все липа, все это на ножах, где-то наждачек нет, все, стамески, ножи, все. Это далеко не единственная выставка мастера. За все годы творчества ему удалось презентовать свои работы не только на республиканских и всероссийских выставках, но и далеко за пределами страны, в числе которых Бельгия, Катер, Франция. – Он великолепнейший мастер по художественной обработке дерева и, естественно, создатель своей собственной художественной школы, которая, естественно, явится основой для дальнейшего изучения и привлечет огромнейший интерес туристов, которые будут на территории нашего края, любоваться не только памятниками материальной культуры, но и всеми видами искусства. В копилке мастера уже более тысячи работ. На каждую из них уходило не менее двух недель труда. В своем деле используют только качественное дерево. Многие изделия Юспа Хамчива хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом. А в Музее изобразительных искусств Ингушетии его композиции и скульптуры заняли свое место с момента открытия. Работники музея надеются, что художник и дальше продолжит радовать их новыми произведениями. Он является продолжителем традиции ингушского дерева обработки. И так как у него профессиональные навыки, он давно перешел на новый уровень. И его мастерство с каждым годом оттачивалось. И нам кажется, он давно уже достиг вершины совершенства. У жителей еще есть время почувствовать живую энергетику ценной породы дерева в произведениях от Юсупа Хамчиева. Выставка «Живое дерево» в стенах музея продлится до 10 августа. Диана Дударова, Майорбек Межоев, Новости 24.